В целом мы готовы к встрече. Я хочу предложить следующий регламент. Мы для начала дадим несколько минут Сергею Михайловичу, главе Управа Восточного Измайлова, для доклада по итогам 2015 года и задачи генерала 2016 года. И затем приступим к ответам на вопросы. Вопросы прошу направлять в письменном виде. Почему в письменном виде? Для того, чтобы мы все эти вопросы фиксируем. Если не сможем ответить на какой-то вопрос в ходе встречи, то мы обязательно этот вопрос берем в работу с тем, чтобы уже письменно вам ответить. И мы проводим такие встречи в каждом районе, каждый месяц. Поэтому ведется определенная статистика вопросов для того, чтобы делать выводы и по направлениям вопросов, по отраслям, с тем, чтобы у нас был полный срез по итогам таких встреч по всему. Поэтому я предлагаю Раисе Ивановне. Представьте, вот Раиса Ивановна Шеремет, мой советник, она отвечает за сбой вопросов, поэтому записки направлять Раисе Ивановне. Если какие-то будут вопросы, то после ответов на письменные мы перейдем на этот пусменный вопрос. Такая возможность тоже будет. Девушки вам помогут и с микрофонами, и со сбойом записок. Так что нет возражений по такому регламенту. И предлагаю провести встречу за час-час 15. Нет возражений. Переступаем. Сергей Михайлович, вам спасибо. Сергей Михайлович, позвольте воспользоваться тем, что вы в районе Восточно-Измайлова. У нас в районе тоже есть активные семьи. И вот двум представителями семьями я бы хотел, чтобы вы вручили проживательные грамоты и ценные подарки. Первая семья – это семья Назаровых. Я прошу помощников помочь. Данная семья активно участвует в общественной жизни района. Заняла третье место в ухоженном конкурсе Московский дворский активный двор. Мама является общественным советником. Пожалуйста, прошу подняться на сцену. Данная семья – это Арсена Марина Владимировна. Это у нас замечательная многодетная мама пятерых детей, тоже общественной советникой. Аквартира по стернему конкурсу Московского. С вашего позволения я бы еще хотел сказать огромное спасибо руководителям констерната «Матернау Актугана-19», которые предоставили нам зал для встречи. Это прекрасное заведение, которое есть передовое в городе Москве. Спасибо им большое. Итак, я бы хотел приступить к своему докладу. С вашего позволения я его начну. Уважаемый Селцанч, уважаемые жители. Правительство Москвы, противопосредственным руководством мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, уделяет особое внимание реализации программы комплексного развития города. В нашем районе Восточно-Измайлово, как и в других районах Восточного административного округа и города Москвы в целом, реализуются программы комплексного развития города и округа. Работа считается в тесном порядке с депутатами Совета депутатов муниципального округа Восточно-Измайлова, которые считают контрольщиками в ведении работы и принимают участие в их приемке. Восточно-Измайлово относится к спальным районам. На территории района отсутствуют промышленные объекты, но в полном объеме представлены необходимые для проживания населения социальные объекты, а именно три гимназии, одна школа, которая включает в себя 21 структурное подразделение, два колледжа, три института, четыре библиотеки, музыкальные и художественные школы, театр теней, три больницы, три досоковых центра, четыре поликлиники, одна стоматологическая детская поликлиника, отдел социальной защиты, территориальный центр социального обслуживания, взрослое детское отделение, детский дом солнечных рук, пансионат для ветеранов Турган номер 19, училище Олимпийского резерва номер 1, спортивная школа Олимпийского резерва Турговые резервы и один храм. Торгово-бодовое обслуживание населения осуществляется в 186 метрах предприятий. Площадь района составляет 384,9 гектара. Население района 77 700 человек. Жилой фонд состоит из 242 многоквартирных домов. Из них 185 домов обслуживает ГБО жилищник района Восточной Измайлова, который был образован и начал свою работу в 2015 году. В 2015 году в рамках реализации городской программы развития образования города Москвы на территории района Восточной Измайлова были выполнены работы по логоустройству трех образовательных учреждений по следующим адресам. 13-я парковая улица, дом 18А, это гимназия 18-1 с Восточной Измайлова, бывшая школа 351, 4-я парковая, 4А и Б, это экономико-технологический колледж номер 22, и Измайловский бульвар, дом 74, гимназия 18-1 с Восточной Измайлова, бывший детский сад номер 161. При благоустройстве были выполнены следующие виды работ. Устройство площадок с зимовым покрытием, установка современных малых форм, ремонт асфальтно-бетонного покрытия, ремонт газона, устройство цветников, окраска ограждений и санитарная обрезка деревьев. Работы полным объемом были выполнены силами ГИБУ жилищных районов Восточной Измайлова. Всего в районе Восточной Измайлова 238 дворовых территорий. В рамках реализации городской программы жилища в 2015 году было выполнено благоустройство и модернизация детских площадок на пяти дворовых территориях по адресам. Сиреневый бульвар 72, 16-й парковый 19, корпус 3, 16-й парковый 16, корпус 1, 13-й парковый 16, корпус 5, 13-й парковый 16, корпус 1. При этом были выполнены следующие виды работы. Установлены 4 современных игровых комплекса, установлены 86 новых малых архитектурных форм, обустроено искусственное покрытие общей площадью 2333 квадратных метров. Дополнительно к основной программе по согласованию с депутатами Совета депутатов муниципального округа Восточной Измайлова за счет средств социально-экономического развития и средств стимулирования управы района было выполнено благоустройство еще четырех дворовых территорий по адресаму. Первомайская улица 128А, Нижний Первомайский дом 45, Измайловский бульвар 71, 325, корпус 3 и Средний Первомайский дом 34. По тех дворах также были выполнены работы по замене малых форм в количестве 39 штук, устройство искусственного покрытия детских площадок площадью 607 квадратных метров и частичный ремонт асфальта и газона. В 2016 году работа по благоустройству дворовых территорий и территорию учреждений образования будет продолжена. Так планируется провести благоустройство восьми дворовых территорий по адресаму Первомайская дом 100, Сиреневый бульвар 66, Сиреневый бульвар 60, Сиреневый бульвар 52, Нижний Первомайский 66, 16-й парковый 23, 15-й парковый 18, корпус 2 и 16-й парковый дом 21, корпус 2. Так в 2015 году жители района Восточного Измайлова принимали активное участие в городской программе по озеленению дворов в миллион нереев. В весенний период на 13 дворовых территориях района Восточного Измайла было высажено 385 кустерников Сирени, Кизильника, Чубушника и 8 деревьев, в том числе Туи Западные, Липа Крупнолисты и Клёна. Осенью с участием жителей района прошли высадки еще на семи дворовых территориях. Было высажено 2 дворовых и 169 кустерников. В 2016 году в рамках программы по озеленению дворов в миллион нереев управления Восточного Измайлова департаментом охраны окружающей страны предполагается провести высадку деревьев и кустерников еще по 22 адресам. По жилому фонду за счет средств текущего ремонта общего имущества новоквартирных домов в 2015 году был проведен косметический ремонт 23 подъезда в 10 новоквартирных домах, в ходе которого были приведены замены осветительных приборов на энергосберегающие, частичные замены почтовых ящиков, проведены ремонты замены ковшей мусоропровода, отремонтированы входные группы. В рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества в новоквартирные дома города Москвы. Фондом капитальный ремонт города Москвы привезем капитальный ремонт в семи домах района по адресам 13-й ПРКВ, 16-й, корпус 3. Была замена по подвалу магистрали ГВС, КВС, 13-й ПРКВ, 16-й, корпус 4, 15-й ПРКВ, дом 29, корпус 4, 15-й ПРКВ, дом 33, корпус 4. В этих домах была замена по подвалу магистрали ГВС, КВС и канализации. По Нижнеперамайской, 62-й, корпус 1, 16-й ПРКВ, дом 16, корпус 3, и Сиреневый Бульвар 72, корпус 1, была проведена замена лифтового оборудования. За счет средств стимулирования права в доме по адресу 15-й парковой дом 26, корпус 4 была проведена замена правопроводов системы холодного и горячего водоноснабжения. В домах по адресам Средний Пирамайский 36,1, 16-й парковой дом 16, корпус 1, измасский проспект 91, корпус 1, 16-й парковой 19, корпус 1, 16-й парковой 19, корпус 2, 15-я парковая 18-я корпус 2 и сиреневый бульвар 64-я 31 были произведены работы по модернизации и ремонту систем дымоудаления. В соответствии с планом подготовки жилого фонда эксплуатации в зимний период были выполнены все необходимые работы по промывке, ремонту и гидравлическому испытанию системы отопления, восстановлению тепловой изоляции на трубопроводах, приключению внутреннего водостока на зимний режим работы. В писькатных крови от снега и анализа формированы специализированные бригады, оснащенные необходимым оборудованием. В 2016 году в рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Москвы фондом капитального ремонта в городе Москва планируется капитальный ремонт в 28 домах. А также силами управляющих компаний и район за счет средств содержания и ремонта домов запланирована работа по косметическому ремонту в 180 подъездов. Данные работы уже начались. Что касается социальной сферы. Основной задачей области социальной защиты населения является оказание адресной поддержки жителям района. В основном ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам, участникам боевых действий, многоденном и неполным семьям детьми и другим и горным категориям жителей. Эта работа строится в праве в тесном взаимодействии с учреждением социальной сферы района и депутатами Совета депутатов муниципального округа Восточной Измайлова. В 2015 году право было оказано материальной помощи 69 заявителям на общую сумму 300 тысяч рублей. В 16 квартирах одиноко проживающих в ветеранах Великой Отечественной войны были проведены ремонтные работы на общую сумму полтора миллиона рублей. При этом практически во всех квартирах проведена замена оконных блоков на современные пластиковые стеклопакеты. В 2016 году планируется провести ремонтные работы в 28 квартирах жителей района льготных категорий. Кроме того, в 2016 году планируется установка одной подъемной платформы для инвалидов-колясочников по адресу 15-й парт, Кутов, 18-й корпус 2. В 2015 году для приобретения товаров длительного пользования 12-й льготникам жителей района право было выделено 97,8 тысяч рублей. В 2016 году право также планирует продолжить оказание помощи в виде товаров длительного пользования ветеранам и инвалидам. В 2015 году в рамках реализации указа президента Российской Федерации было вручено 178 поздравлений жителям района в возрасте 90 и 95 лет, а также организовано поздравление шести жителей района, которым исполнилось 100 лет. В 2016 году данная работа будет продолжена. Также необходимо отметить, что 2015 год проходил под знаком 73-й победы в Великой Отечественной войне. В рамках празднования этого знаменательного события было организовано и проведено вручение юбилейных медалей 70-й победы в Великой Отечественной войне в первых 45-х годах и продуктовых наборов. Все было вручено наборов 1088 ветеранам района. Жители района приняли также активное участие в акции «Бессмертный полк Москва». Непосредственно в День Победы в районе были организованы традиционные народные гуляния и праздничные концерты в Великой Отечественной войне, посвященные 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие более тысячи человек, в том числе ветераны, депутаты совета, депутаты муниципального округа Восточного Измайла, учащиеся в школах, колледжах, военно-патриотических клубах и представителей общественных организаций района. В честь юбилейной даты Победы в Великой Отечественной войне на Измайловском бульваре были оформлены открытые выставочные экспозиции «Войны. Священные страницы навеки в памяти людской» и «Чтобы помнили, чтобы знали, чтобы гордились», посвященные ветеранам района Восточного Измайла. Также в районе Восточного Измайла состоялось торжественные митинги с возложением цветов к памятному знаку саду ветеранов. В нем приняли участие руководство района, представители саду ветеранов, молодежь, представители общественных организаций, жители, школьники, а также малыши из детских садиков. В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в 41-45 годах в учреждениях образования и культуре района были проведены праздничные концерты, фестивали, музыкальные и литературные вечера, выставки и спортивные мероприятия с влашением наших ветеранов. В 2016 году управы района продолжат работать с населением в соответствии с возложенными ее полномочиями. Спланировано проведение праздничных и спортивных мероприятий, Коди Победы, Дню Города, оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан взаимодействия с общественными организациями района. Также, учитывая, что в 2016 году наша страна празднует 75 или 75-9 победы под Москвой, управы разработаны планы мероприятий, попразднованные этой важной памятной даты. Что касается сферы потребительского рынка и услуг. В связи с тем, что район Восточный Измайло, как я уже сказал, выше относится к теме виросипальные, сфера торговли и услуг здесь имеет свою специфику. На территории района Восточного Измайло расположено всего 184 стационарных обеда торговли, услуг общественного питания. Из них предприятия, оказывающие бытовые услуги 61, это парикмахерские, мастерские, ремонт обуви и пошивы одежды и так далее. Предприятия общественного питания, это общедоступная сеть, 10 ресторанов, кафе и бар. Предприятия торговли 92, продовольственные и промышленные товары, 2 ярмаки выходного дня, расположенные по тресам Сиреневого бульвара, Владимир 50 и Измайловский проспект Владимир 91. Все предприятия расположены в шаговой доступности. В 2015 году в районе открыто 27 торговых предприятий, 4 предприятия общественного питания и 8 предприятий подовых услуг. За 2015 год в районе закрылось 11 предприятий торговли, 6 предприятий общественного питания и 17 предприятий подовых услуг. По дисконтной программе в районе работы 9 предприятий по удовольствии на торговле, поставляющие скидки ветерану войны и по карточкам социальных картам свеча. В продолжении выполнения программы формирования комфортной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченной возможностью здоровья, в том числе инвалидов и других маломобильных граждан, на 4-х объектах торговли услуг в 2015 году были установлены перила, пандусы, выделена контрастная маркеровка ступени, размещены в катаграмме для слабовидящих. Данная работа не ограничивается плановыми заданиями, а ведется постоянно на всех предприятиях района. Новые объекты открываются с учетом уже подготовленности и доступности для инвалидов. В соответствии с утвержденной городской концепцией праздничного оформления города, предприятия торговли и услуг района своевременно украшают витрины, фасады и входные группы. По утвержденной дислокации проводится монтаж лакового оформления. Сектором по вопросам торговли и услуг и правый район осуществляется постоянный контроль за работой торговых предприятий на территории района. С целью развития сферы обслуживания населения в 2016 году планируется продолжить работу ярмарка выходного дня по адресам Сиреневого Блевара, Владимир, 53 и Измаловский проспект Владимир, 91, а также ввод новых объектов из сезона сети, нестационарные торговые объекты. Это елочный базар, клубника, земляника, ухчилы, развалы, прохладительные напитки, мороженое и летние кафе. В заключение хотелось бы поблагодарить бы жителей района депутатов, советового депутата муниципального право-восточного Измайла, общественных советников, все районные окружные службы, которые помогли району выполнить программу 2015 года. И надеюсь, что совместными усилиями мы выполним намеченное в 2016 году. Спасибо за внимание. Начали поступать записки. Анна Геннадьевна, я знаю, у вас есть вопросы. Анна Геннадьевна Стробогатова, начальник управления социальной защитой УКО. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые жители района Восточной Измайлово. У меня от Людмилы Степановны Супаницкой поступил вопрос. Для меня немножечко такой странный вопрос. Удивлена, какой прекрасный этот пансионат, 16-я парковая, дом 16, пансионат для ветеранов труда. Если надумаю, как в него попасть пенсионеру. Людмила Степановна, ну вообще очень много мероприятий проходит в этом пансионате, поэтому вы с удовольствием можете принимать участие во всех мероприятиях, которые здесь проходят. Ну, а в части вашего вопроса есть установленный порядок. Для этого вам необходимо подойти в отдел социальной защиты населения, который располагается в вашем районе на улице Первомайская, дом 107, 107А, да, Татьяна Борисовна? И необходимо будет собрать пакет документов. То есть вам подробную информацию предоставят и помогут собрать все те документы, которые необходимы. Ну, если все-таки это желание у вас будет. Спасибо. Спасибо, Анна Геннадь. Еще вопрос есть у вас? Нет, нет. Так, Евгений Витальевич Андреенко, начальник управления торговлей и услуг. Пожалуйста. Добрый день. У меня два вопроса. Пастушков Дмитрий Александрович спрашивает, кто отвечает за уборку территории около магазинов. Ну, по существующим нормам, сами предприятия потребительского рынка отвечают за уборку своих входных групп, зон подгрузки, выгрузки и территорию в 5-метровой зоне. Также, если парковки каких-то крупных торговых центров относятся к данным предприятиям, они отвечают за уборку этих парковок. Второй вопрос. Будут ли работать ярмарки выходного дня? Ну, Сергей Михайлович уже ответил на этот вопрос. Будут в схеме ярмарок выходного дня две ярмарки. Сиреневые 20 и Измайловский проспект 91. Единственное, что хотелось бы добавить, то, что в этом году ярмарки изменят свой внешний вид. Будут уже не палатки, как мы привыкли, два на два, вот такие зелененькие, а будут такие шатровые конструкции. Это нововведения в городе, по всему городу будут установлены вот эти вот конструкции. Посмотрим, как они себя зарекомендуют. Спасибо. Сроки какие, когда начинают работать ярмарки? Ярмарки будут работать с 1 апреля и, если не будет никаких изменений, до конца декабря. То есть у нас, я почему специально на это обратил внимание, у нас традиционно в зимний период торговли на ярмарках выходного дня не осуществляется. По понятным причинам, потому что морозная погода, температурный режим, да, надо выполнять. Вот, поэтому на этот период торговля такая не ведется. С 1 апреля во всех, на всех ярмарках выходного дня округа эта торговля возобновляется. Так, или, наверное, у вас... Спасибо большое. Значит, житель, добрый вечер. Житель задает вопрос, может ли он обратиться в МФЦ не своего района. Уважаемые жители, сейчас МФЦ называется Центр предоставления государственных услуг «Мои документы». В Восточном округе их 14. В скором времени откроется и в районе Преображенское. К сентябрю откроется в районе Сокольники. И вы можете обратиться в любой центр «Мои документы», независимо от места проживания. Даже если вы работаете, например, в другом округе, и вам гораздо удобнее в центральном округе обратиться, в МОТШН спокойно обратиться и получить любую интересующую вас информацию, оформить любой документ, мало этого, уже практически 30% из документов оформляется в электронном виде. Вам нужно только отправить заявку и потом прийти в определенное время, в определенный день и получить этот документ. Спасибо. Спасибо, Ирина Михайловна. Ирина Михайловна Кузнецова, заместитель префекта по работе с населением. Дмитрий Юрьевич, Стур, заместитель префекта по строительству и транспорту. Пожалуйста, Павел. Поздравляю, вечер. Вам уже огласено? Страшно. С микрофоном у нас. Как можно ограничить въезд во двор автотранспорта, особенно постороннего? Спрашивает Игорь Сергеевич. Игорь Сергеевич, есть несколько вариантов. Значит, вариант первый. Вы в любом случае должны собрать, если Игорь Сергеевич поднимет руку, я, конечно, еще лучше, чтобы видеть. Да, значит, вы собираете в общее собрание жителей, 50% должны идею вашу поддержать. Значит, дальше, если вы собственной силой готовы потратить и установить на это, значит, на шлагбаум, далее по новому постановлению, в Северсенович, как раз, которую вы были инициатор, постановление правительства вышло, и вам из бюджета субсидируется ваша управляющая компания, и, соответственно, за установку этого шлагбаума 50 тысяч рублей. Вот такое постановление вышло недавно. Значит, на пересечении 15-й парковой с Зиреневым бульваром. Дмитрий Иванович, еще несколько моментов, я прошу, что прерываю. По вопросу по шлагбауму. Значит, мы, на самом деле, Восточный округ был инициатором принятия этого постановления правительства. Вы видите, что мы точечно сейчас вводим платные парковки на территорию округа. То есть платные парковки, они вышли за пределы Садового кольца, вышли планово за пределы Третьего транспортного кольца. Делается это все постепенно, максимально информируя жителей о планах правительства города. Задача запретить что-либо или не пускать кого-либо у правительства города и у нас нет. Задача одна. Правильно распланировать транспортные потоки и дать возможность максимальному количеству жителей пользоваться инфраструктурой города. Для этого и устанавливаются эти платные парковки. По округу сейчас мы это делаем лучше. Осенью, в октябре, появились такие платные парковки в Сокольниках, Преображенских, в Соколиной горе. В конце 2015 года, в декабре, ряд советов депутатов ряда районов приняли решение о организации таких платных парковок в местах наибольшего протяжения транспорта. То есть это у станции метро, это у социально значимых объектов и прочих сооружений и строений, которым тяготрирует наибольшее количество транспорта. Понятно, что возникает определенный дисбаланс в транспорте и возникает конфликт тех привычек, которые у жителей ранее сформировались. Поэтому для того, чтобы все-таки разгрузить наши дворы, мы и предложили дать возможность жителям конкретных домов пойти по логике центрального округа, где в центре разрешено и предусмотрено жителям устанавливать, только они должны сами собраться, организоваться и установить такие шлакалы. Поэтому здесь город, как сказал Дмитрий Юрьевич, будет софинансировать этот проект, но для этого должно быть общее решение жителей. Поэтому мы будем идти по этому пути, и если у вас такая необходимость есть, давайте вместе пройдем этот путь, мы вас от них не бросим. Я попрошу в каждом конкретном случае Управу района, Сергей Михайлович, помочь, если такая есть необходимость, организовать собрание, предоставить место для проведения такого собрания, помочь, в том числе организационно, как это провести, оформить документы, подсказать, и будем двигаться по этому пути. Одних мы вас в этой части не просим. Пожалуйста, Дмитрий Юрьевич. Спасибо. Николай Игоревич Соболев. По вопросу строительства жилого дома на Нижнем Первомайской, дом 62. Там действительно ведется у нас жилое строительство. Это городской заказ для переселения, для людей, которые живут в пятиэтажках сносимой серии нашего округа. Поэтому этот дом уже 2 квартале 2016 года будет введен. Никаких проблем с ним нет. Надеюсь, строители вас не сильно беспокоят, потому что дом находится буквально в точной застройке, непосредственно рядом жилые дома. Поэтому, если что, обращайтесь. Мы будем меры принимать, чтобы сильно шумели. Но дома эти нужны для жителей нашего округа. Далее вопрос. Будет ли организован нерегулируемый пешеходный переход по адресу Средняя Первомайская, 48? Сергей Александрович, мы возьмем в работу, рассмотрим на нашу комиссию по безопасности Департамента транспорта, тогда проинформируем в письменном виде, будет или нет. Просто надо пояснить, мы так просто не можем вам ответить. Нужно на самом деле комиссионную выйти на место и на комиссию по безопасности движения, затем рассмотреть этот вопрос. Потому что в этой работе участвует не только префектура Новобраво, а участвует и Государственная инспекция по безопасности дорожного движения, и Центр организации дорожного движения правительства города, Департамент транспорта. Поэтому всесторонние здесь эксперты должны, специалисты, посмотреть. После этого принимается решение на окружную комиссию. Как только окружная комиссия примет то или иное решение, мотивированное, вам будет отправлен письменный облик. Так, спасибо. На пересечении 15-й парковой улицы с Сиреневым бульваром, по имеющейся информации, будут строить храм. Правда ли это? Не построили ли там какой-нибудь торговый центр Оксана Викторовна? Оксана Викторовна не построит. Земельный участок отведен финансово-хозяйственному управлению, РПЦ, выдан расстроительный план на него, на этот участок. Кроме храма там ничего не будет. Пока есть временный, далее, когда приход будет готов, они самостоятельно там построят большой храм. Сейчас, Материч, тут тоже я переливу. Насколько я помню, Виктор Ильич, Афанасий здесь тоже присутствует. Руководитель муниципального образования Восточно-Измайлова в прошлом недалеком главе управы района. Насколько я помню, там было предложение, причем такое настоятельное предложение. Там же был рынок, да? Там был рынок. И было настоятельное желание жителей от этого рынка избавиться. Мы от этого рынка избавились и, по вашему пожеланию, его снесли. И также было пожелание ваше, чтобы там появился храм. Собственно, по этой логике мы пошли. Предложили РПЦ этот участок. И, насколько я знаю, участок уже решением городской земельной комиссии сформирован и отведен именно под эти цели. Поэтому появиться там что-то другое просто не может. Но мы и не позволим. Не для того мы сносили этот рынок и вас услышали в этой части, а для того, чтобы там еще что-то другое появилось. Поэтому там будут храмы. От нас всех зависит, насколько быстро он там появился. Потому что строительство храма осуществляется на пожертвовании. И вот я еще раз говорю, нас с вами уже просто как от граждан зависит, насколько быстро он там построится, как будут строители на строительной площадке. Пожалуйста. Спасибо. Семенович, вопрос тоже в эту же тему. Надежда Леонидовна задает. То, что раньше планировалось построить храм на пересечении Третьей Парковой и Изманского бульвара. Но территория как раз общественной палаты была против. Соответственно, поэтому подобрали на Пятнадцатой Парковой. Застройки на Третьей Парковой мы не планируем. Соответственно, будем строить, если это сложится, храм на Пятнадцатой Парковой и пересечении Сиреневого бульвара. Пока все. Спасибо. Так, у Сергея Михайловича больше всего вопросов. Здравствуйте. Артем Валерьевич. Линия Пиромайская, 26-18. На Изманском бульваре установлена доска подчета, кто определяет достойных этой доски подчета префектура и ее права. Действительно, на пересечении Третьей Парковой и Изманского бульвара установлена доска подчета. Решение о размещении там принимает Координационный совет, в который входит представитель права района и депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточного Измайлова. Принимается решение, исходя из вклада людей, которые внесли в развитие района, из наиболее активных и достойных граждан. Если у вас есть предложение о включении на доску подчета кого-либо, я прошу вас там подавать управу, мы их рассмотрим. Ежегодно доска подчета обновляется ко дню города. Елена. У меня маленький ребенок. Нужно будет через пару лет отдавать в сад. В районе Восточного Измайлова построены новые сады с бассейнами. Как попасть в эти сады. Действительно, за последние годы было построено три новых сада с бассейнами. Вам необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг. В разделе образования оставить там заявку и предпочтение по вот этим садикам. Ваши предпочтения будут учтены. И в этом году будут в районе установлены снежные городки. В прошлом году мой ребенок с удовольствием играл в таком городке на Сиреневом бульваре. Два городка установлены. Это снежные горки. Патрес у Сиреневого бульвара 42, корпус 2. Сиреневого бульвара 42, корпус 1 и Сиреневого бульвара 40, корпус 2. Пожалуйста, вы можете там кататься. Единственное, у нас погода, как обычно, шутит. То у нас сильный мороз, то вот сейчас обещают потепление. Но мы, естественно, будем за городками следить. Денис Владимирович спрашивает. Мы с ребенком прописаны в одном районе Москвы, а проживаем в другом. Можем ли мы записаться в школу по месту фактического проживания? Вам также надо зайти на портал государственных услуг, указать фактический адрес проживания и записаться в школу, которая поблизости с местом вашего фактического проживания. Вот, собственно, и все. 16-я Паркова, 27, квартира 13, Светлана Филеровна. В нашем доме так вроде чисто, подъезды убирают, но хотелось бы освежить краску, побелку. Можно ли сделать у нас косметический ремонт подъезда в 2016 году? Я в своем отчете уже эту тему затрагивал. Плановое задание района на косметический ремонт подъездов установлено размером 180, и ваш адрес включен в ремонт. По плану графику, косметический ремонт вашего подъезда должен быть проведен до 1 июля 2016 года. 15-я Парковая, 23. До какого времени должно быть освещение на дворовых спортивных площадках в зимний период? Согласно регламенту, на спортивных площадках стоят реле и датчики времени, и в зимний период освещение включается с 17 и до 22 вечера. Никита Михайлович, 16-я Парковая, 27. Отрасль 16-я Парковая, владение 21, корпус 1, с 14-го года осуществляет строительство досугого центра. Какие сроки, указанный объект, будет введен в эксплуатацию? Данный объект уже фактически построен. В настоящее время происходит подключение коммуникаций. Хотелось бы уточнить, что это инвестиционный объект. Частный инвестор на свои деньги застраивает его. Он предполагает ввести в эксплуатацию данный досуговый объект в первом квартале 2016 года. К сожалению, подписан, Геробкин. Куда и когда можно передать показания по индивидуальным приборам учета? Существует несколько способов. Наиболее удобный из них, как мне кажется, это на портале госуслуг. Также можно принести лично в диспетчерскую службу, управляющую компанию или в МФЦ. Как вам удобнее? Северный уголевая 46, дробь 35. Наталья Юрьевна. Во многих дворах района Восточный Измайлов сейчас при благоустройстве укладывается резиновое основание на детских площадках. Не вредно ли это для здоровья детей, особенно в летний период, когда от нагрева от резины происходит испарение? К сожалению, данный вопрос периодически возникает и постоянно приходится объяснять то, что эта травма, безопасное резиновое покрытие происходит, проходит всю необходимую сертификацию, соответственно всем ГОСТам, естественно, оно безопасно для здоровья. Сейчас, Сергей Михайлович, вот здесь по покрытиям. На самом деле, Сергей Михайлович Крав, от встречи к встрече этот вопрос возникает. На самом деле, мы не просто так укладываем такое резиновое покрытие, потому что оно действительно травмобезопасное, действительно оно меньше пачкается и детям удобнее на нем играть. Все сертификаты, все необходимые документы по данным покрытиям, они имеются и без них на работы никто не допускается. Это первое. Вместе с тем, пожалуйста, здесь вопрос, так сказать, дискуссионный. Если есть сомнения в этом, то перед началом благоустроительных работ управа или ГБУ жилищник должен выйти в конкретный район и эту тему обсудить. Есть альтернатива, это песок, вместе с тем, на тех участках и на тех спортивных площадках, где мы еще по старинке эксплуатируем такие детские спортивные площадки, много жалоб по поводу того, что дети потом домой приносят этот песок в ботинках, на ботинках и так далее. Поэтому здесь на самом деле кому что нравится. Кому-то нравится песок, кому-то нравятся искусственные покрытия, поэтому в этой части вы должны сами определиться. Песок на самом деле намного дешевле. Поэтому, с другой стороны, проще работать по старинке здесь. Потому что это резиновое покрытие, оно истирается, и его периодически приходится отновлять. Это все затраты. А при том количестве детских площадок, которые у нас существуют в округе, сами понимаете, что это в общем принципе бюджету, ну так, в копеечку получается. Поэтому я совершенно в этой части за то, чтобы слушать прежде всего вас. И если вы думаете или хотите, чтобы у вас был песок на таких площадках, пожалуйста. Это тоже по ГОСТам, по нашим нормам, это допустимо. И, пожалуйста, будет песок. Самое главное, чтобы потом, когда мы уберем резиновое покрытие и насыпем песок, не появилась обратная просьба, чтобы вернуть резиновое покрытие. Вот здесь нужно определиться. Хорошо. Оксана Александровна, 15-й парк В-24, подпуск 2, квартира 96. За последнее время отмечаю, что в районе Восточный Измайлов уходит уборка снега, листу и мусора более оперативная, появилась много техники. Кому она принадлежит, и кто сейчас учителяет уборку района. Я опять-таки в докладе эту тему затрагивал. В 2015 году было создано и начало функционировать ГБУ жилищный район Восточный Измайлова, который был до достаточным количеством техники, дурников, персонала. Если вы считаете, что чище стало, то мне это очень приятно. Спасибо. Это ГБУ Восточный Измайлов. Первомайское, дом 110. Александр Сергеевич. В прошлом году в соседнем дворе сажали кусты, могли ли озенить наш двор в 2016 году. Действительно, в 106 доме в 2015 году появилось уже на зеленые насаждения. Как я говорил уже, эта работа плановая, она проходит каждый год. Мы в постоянном режиме получаем заявки от жителей по высадке зеленых насаждений. Единственное, данные адреса должны быть просмотрены специалистом-дендрологом из департамента природопользования города Москвы на возможность высадки именно в конкретном месте, потому что возможно прохождение подземных коммуникаций, которые просто, ну, которые запрещено высаживать зеленые насаждения. По первомайской 110 уже были обращения по высадке, и ваш адрес попал в план с 2016 года. Там будут посажены кустырники. По количеству и по разносордице можно уточнить в управе района. Сейчас я тоже к этому вопросу хочу добавить. Это инициатива Сергея Семеновича. Уже не один год мы высаживаем два раза высадки зеленые деревья, поставки в наших дворах, не только во дворах, в межквартальных проездах, там, где вы нам рассказываете. Вместе с тем, каждый раз, на каждую встречу такие вопросы возникают. Я прошу, на самом деле, может быть, здесь и Ирину Михайловну, и главу прав еще раз посмотреть, как мы информируем и сообщаем о своих планах жителям, потому что, на самом деле, желание жителей большое, а когда мы подводим итоги, сколько кустарников мы высыпали, сколько деревьев мы высыпали, мы далеко не первые в городе. Далеко. Хотя и, насколько я понимаю, пожелание жителей достаточно большое, и количество территорий, объективно, которые могут быть озеленены, у нас тоже большое. Поэтому я прошу еще раз здесь этой темой заняться, а уважаемых жителей тоже будут быть более активными и добиваться, так сказать, своих пожеланий, в том плане, что предлагать больше, больше адресов. В каждой управлении есть специальный каталог, разработанный Департаментом природопользования, с рекомендованными сортами деревьев, кустарников и растений. Вы можете на свой вкус выбрать, что вам хочется. Сразу скажу, что тополей там нет. Там есть любые другие деревья и растения, но тополей там нет. Поэтому в этой части может не появиться. И поучаствовать в конечном, так сказать, итоге высыпки этих деревьев кустарников. И тем самым принять участие в благоустройстве своего двора, своего района. На самом деле, и потом гордиться тем, что вы на самом деле приложили свою округу. Как вы хотите. Сиреневый, универа 56, универа 54, Светлана Игоревна. Сразу несколько вопросов. Первый из них. В районе отпускает овощный рынок. Рынок на пересечении Сиреневого, универа 15-го, был снесен. Сейчас там заложен храм. Останется ли в районе хотя бы 1 январь до выходного дня и будет организовывать рынок на постоянной основе. Ну, эта тема уже затрагивалась. На самом деле, овощные рынки есть. Это как раз рынки выходного дня. Это Сиреневый Болевар в Владимире 30. И из малоскопростых 91. Как уже было сказано, рынки функционируют. Они будут модернизированы, скажем так, в следующем году. Будут иметь новый облик. Поэтому никто рынки там не сносит, не запрещает. Все будет функционировать. В том числе, также будут уже и стационарные объекты торговые. Бухчевые развалы, земельные клубники и так далее. Поэтому все для удобства жителей, для шаговой доступности. Второй вопрос. Во дворе домом 56 в Сиреневом Болеваре построили будку по обслуживанию кабельного коллектора. При строительстве вырубили очень много деревьев, вековые березы, аллеи акации, шикарные кусты и сирени. Из запрещенного компенсационного разделения появился лишний большой рактуй. Возможный включить двор на против четвертого подъезда. Весенний этап программы «Леон деревьев» и высадить молодые кусты и сирени. Действительно, по данному адресу была построена не просто будка, а подстанция, которая обеспечивает предснабжение Восточный округ и еще часть Центрального округа. По размеру она, если не ошибаюсь, 6х6, и вот так вот количество зеленых осаждений, которое указано, физически не было произрастать на этом месте. Действительно, были высажены аллеи туй, которая очень красиво растет, аппаратно 20-30 туй. А также строителями на бесплатной основе было сделано двугое устройство здоровой территории, был поставлен детский городок, резиновое покрытие и другие малые архитектурные формы. По вопросу о «Миллион деревьев» действительно можно подать заявку по данному адресу, я прошу обратиться либо в управу района, либо в ГБУ жилищных районов Восточный Измайлова. По конкретному адресу, чтобы вышли на место, посмотрели, вызвали специалисты бендеролога и он уже дал свое заключение. На весенний этап я, наверное, обещать не могу, потому что это займет некоторое время, но если адрес будет соответствовать всем нормативам, то в осенний период мы посадим там кустырники. И третий вопрос «Планируется ли богоустройство Сиреневого бульвара?» С Сиреневого бульвара, насколько я знаю, происходит проект, зарабатывает проект богоустройства. Дмитрий Иванович, я прошу тогда, возьмите этот вопрос. Питанская парковая, дом 26, корпус 1, Евгений Борисович. Хорошая спортивная площадка на 16-й парковой улице, дом 25, корпус 1. Но, может быть, нужно обновить уже резину, сетку, когда запланированы эти работы. Действительно, не только данная площадка, а практически все спортивные объекты района воскребованы жителями. На конкретной этой площадке постоянно играют и подрастающие поколения, и взрослые. В зиме, когда они заливаются, там играют в снежный футбол по полной снегу, эксплуатируется она согласно регламенту. Но, действительно, с момента последнего богоустройства прошло уже определенное количество времени. Сейчас в Москве, как вы знаете, жители могут принимать активное участие в решении городских проблем. Для этого открыты порталы, в том числе порталы «Активный гражданин». На основании обращения жителей депутатов района управа дала несколько адресов на голосование. Вот, если жители выбирают данный объект, в том числе по данному адресу, то, естественно, в 16-м году мы его богоустроим. Сейчас, почему нет? Все, по вопросу. Все, просто. Итак, у меня несколько. Свинков Игорь Алексеевич. В 12-й парковой, 1-13-й, 2-й, 6-й, 7-й, пешеходный переход. Вы постоянно не отпускаете пешеходов и просите на свою искусственную неравность. Ну, это не с той же серии, что по организации дорожного движения. Игорь Алексеевич, рассмотрим на комиссии по безопасности движения, как я говорил, с участием сотрудников ГАИ, Центра организации дорожного движения. Если там такая необходимость есть, техническая возможность тоже существует, то обязательно это установим. Устанавливают у нас пешеходные, вот эти искусственные неравности, автомобильные дороги ГБУ. Дмитрий Александрович, цели, как правило, здесь присутствуют. Значит, он их адрес слышит, потому что Дмитрий Ильич вместе с Дмитрием Александровичем прошу это посмотреть и ответить. Бухарна, Елена Александровна. Куда поступают штрафы, наложенные на подрядные организации за некачественную уборку территории района? Елена Александровна, эти средства поступают в бюджет города. Поступают в бюджет города. И затем при формировании бюджета на очередной год они идут либо на выполнение городских программ целевых, либо на какие-то социальную политику. То есть это уже решает Московская Городская Дума, которая утверждает бюджет, и отраслевые департаменты. То есть это никуда не распоряется, а идет бюджет города. Еще один вопрос, объемный, в общем, неизвестный. Это Зублога Юлия Александровича и Чирбакова. Улица Первомайская, 46, квартира 32. Значит, были у меня на приеме. Маргарита Валентиновна эту тему знает. Еще раз прошу тогда, посмотрите, потому что здесь есть ответы и департамента торговли и услуг, есть другие ответы. С учетом уже проработки вопроса, посмотрите, что сделано, какие поручения выполнены, и что нужно еще необходимо сделать. Мы там сейчас проводим надзорные мероприятия. Я хотела бы дополнить. Добрый вечер всем, Светлана Александровича. По данному адресу ресторан «Встреча» у Маргарет у нас проводился комплекс мероприятий, в том числе по замеру шума и экспертизы вентиляции. По последнему вопросу у нас сейчас выявлено нарушение данной предписания юридическому лицу, предписания мы держим на контроле, и вот по результатам этих выполненных предписаний, контроль у нас будет очень небольшой, мы будем дальше принимать решения по данному юридическому лицу. Спасибо. Маргарита Валентиновна Ермоленко, главный санитарный врач по Восточному округу, в Курдии Роспокрепнадзора. Коль вам слово я предоставил, или так уж получилось, да, пожалуйста, нам расскажите про грипп. Ну, такой у всех интересующий сейчас на сегодняшний день вопрос, вопрос заболеваемости гриппа морга и среди населения округа, я хотела бы довести до сведений всех присутствующих, что 25 января главным государственным санитарным врачом по городу Москве вынесено постановление за номером 2 о введении ограничительных мероприятий профилактических, противоэпидемических, то есть карантина на организации учреждения. То есть, что это означает? Что учреждения не приостанавливают свою деятельность, дети у нас все продолжают ходить в детские сады и школы, но ограничиваются массовые мероприятия, ограничивается, обращаю ваше внимание, тоже, опять же, не запрещается. Ограничивается посещение в лечебных учреждениях, также обращаю вопрос, что если, допустим, человек планово должен поступить в стационар, в обязательном порядке в направлении на госпитализацию должна указываться или профилактическая прививочка, которую, значит, вот заболевший имел ранее, или медицинский отвод в обязательном порядке должен быть. Обращаю внимание, что в настоящее время нужно обязательно, как бы, обращать внимание на средства личной профилактики, проведение каких-то дезинфицирующих элементарных мероприятий. Ну, это вы слышали, наверное, в средствах массовой информации, это и частая мытье рук, в общем, такая элементарная мера, но, тем не менее, через руки передаются все возбудители, в том числе и вирусных инфекций. На сегодняшний день хотела бы сказать, что пороги заболеваемости по городу Москве превышены в целом на 37%. Восточный округ здесь несколько дистанцирован от такого повышения заболеваемости. Мы, я хочу сказать, в этом году, в этом сезоне, начиная с сентября 2015 года, провели большую профилактическую работу по иммунизации нашего населения, как работающего, так и не работающего, в том числе и детского населения. И в целом эта прививочная кампания позволила охватить 38% населения проживающего и работающего в Восточном административном округе, что даже превышает среднегородской охват, который составляет 35%. Все это, скорее всего, на сегодняшний день и позволило нам немножко сдержать заболеваемость. На сегодняшний день у нас по совокупному населению показатели не превышают эпидемический порог. По взрослому населению эпидемический порог даже ниже, порядка 40%. Превышен порог, как в принципе, в целом по Москве среди детского населения. Особое внимание обращаю на деток, которые ходят в образовательные и дошкольные учреждения. Наибольший темп прироста регистрируется именно среди этой группы населения. Но на сегодняшний день, с учетом введения вот этих ограничительных мероприятий, я думаю, они позволят нам снизить темп прироста и затем снизить заболеваемость. Спасибо. Спасибо, Мария Калитина. Я еще раз хочу напомнить, что ни одного случая заболевания людьми, которые прошли вакцинацию, не зафиксировано. Ни одного случая в медицинских учреждениях и облога, и города лицами, которые прошли вакцинацию, не зафиксировано. Это говорит о эффективности тех мер, которых, мер профилактики. И то, о чем сказала Мария Калитина, о той большой работе, которую мы провели осенью, вот она на самом деле дает результат, когда по восточному округу, по совокупному населению эпид-порог не пройден. Поэтому вот я прошу еще раз задуматься и на будущее все-таки учитывать эти уроки, учитывать результаты вот этого сезона. А глав управ, прошу еще раз обратиться к этой теме и настраиваться уже на работу по вакцинации населения на сезон 16-17. О том, что мы правильным, так сказать, курсом, как говорили раньше, идем и дальше эту работу нам продолжать. Хорошо, Раиса Ивановна, есть еще вопросы? Вопросов больше нет. Есть ли вопросы из зала? Пожалуйста. Здравствуйте, заказана Леонидовна, житель Измаева. У нас есть одна проблема глобальная, это Измаев, вроде что он изымет красные линии магистрали, и при актуализированном генплане эта магистраль не будет значиться. У нас есть 15 тысяч подписей жителей за изъятие магистрали и масса литингов, протестных. Я прошу сказать, какое положение по магистрали на данный момент и что в актуализированном генплане нам дальше. У нас есть один вопрос, если он в актуализирован генплане, почему не изъять свои красные линии магистрали? У меня этот вопрос не принесет в зону программу. Вы про какой актуализированный план? Генплан, который сейчас актуализирован, в котором проходят публичные слушания в Новом Аске, в Тенау и Новая Москва. У нас еще не проходили публичные слушания по актуализированным генпланам. Мы не Тенау и не Новая Москва. Когда у нас придет, это будет у нас в сентябре месяц, вы увидите, какие будут материалы, нам они должны прийти в сентябре-ноябре. Сейчас речь есть и о том, что красные линии или не красные линии. Мы этот актуализированно поднимем. В АИПе нет, стройки нет, планов нет. Вот что возможно ответить вам сегодня на ваши вопросы. Когда придет в сентябре, будем вместе с вами смотреть. Так, еще, пожалуйста. У нас тут новая вещь. Добрый вечер, Сергей Михайлович. Семьи Новая Москва, председатель Совета Екатеринского Агентства Паркова и Корпуса 1. В декабре прошлого года в нашем доме и в нескольких еще были проведены конкурсы по выбору новой управляющей компании. Хотелось бы узнать, на каких основаниях это произошло, потому что на портале Дома Москвы я получил ответ, что это произошло ввиду того, что собрания собственников были произведены с нарушениями. Но собрания собственников проходили в январе, а конкурс был произведен в декабре. И хотелось бы узнать, кто принял решение и на каком основании, какие были нарушения и, собственно, причины именно этого конкурса. И, собственно, странные результаты, потому что делала компания жилищно-коммунальный сервис, о которой на портале Дома Москвы. Никакой информации, ни НН, ничего нет. И, собственно, я отвечаю на вопрос, как будут обслуживаться наши дома. Я отвечу на Ваш вопрос. Действительно, у Вас проходили собрания. По процедуре документы после проведения собрания отправляются в Уполномоченный орган, в Государственную жилищную инспекцию города Москвы на проверку документов, достоверности и прочих-прочих всех вещей. У жилищной инспекции возникло несколько вопросов, и в том числе по достоверности проведения собрания, сбора подписей и прочее-прочее. Значит, после этого жилищная инспекция выдала Управе района предписание на проведение открытого конкурса, что, собственно, Управе района и сделало, и провела этот конкурс. Значит, конкурс открытый. Правильно, Игорь Сергеевич? Или это другое? Да, то самое. Я могу только дополнить, что действительно, вот эта компания вышла на конкурс и выиграла, но после жалобы в ФАС, ФАС вынес решение отправить аукционную переигровку. Сейчас мы ждем документов из ФАС и будем отправить на аукционную, я думаю, что вам не стоит переживать по поводу... Значит, мы на самом деле обратились в ФАС по очень простой причине, потому что эта организация ровным образом так же, как и вас, нас насторожила, потому что то снижение, которое они дали на этом конкурсе, оно не дает им возможности чисто объективно осуществлять эксплуатацию живого фонда. Поэтому мы отправили документы с нашей жалобой в Федеральную антимонопольную службу, с тем, чтобы они приняли решение, они такое решение приняли. Так, да, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста. Вопрос по патриотической тематике. Этот год, как известно, 75-я годовщина, зелитой победы под Москвой и также 120 лет со дня рождения нашего великого полководца, маршала Победа Жукова. Вопрос, что необычного, может быть, из ряда воздуходящего по этой тематике, будет Бог ответил на вознаграждение? Спасибо. Ну, мы на самом деле, спасибо, Сергей Николаевич, что такой вопрос задали, но готов еще раз сказать о том, что мы сделали в году ушедшем, в 2015 году. Наверное, таких масштабных мероприятий у нас в 2016 году не будет, потому что мы к 70-летию Победы открыли и памятник Росстателю Чирокосовскому на одноименном бульваре в районе Богородское. Причем это долгожданный памятник. Над этой темой мы работали в течение, по-моему, больше 12 лет. Да, Леонид Ильич, право, Богородский. И, в общем, это была работа такая всех практически структур и московских, и федеральных. И большое спасибо здесь военно-историческому обществу за то, что они подключились к скульптуре Рукавишникова, который, собственно, и создал памятник. Поэтому, в общем, здесь вот такая, можно сказать, такую соборность мы проявили в установке этого памятника. И второй масштабный собор у нас в округе произошло в прошлом году, 8 мая был освящен Святейшим Патриархом Храм Преображения Господня на Преображенской площади. Это полковой храм Преображенского полка. И тоже это было событие не только районного окружного, но и городского урока. Мы планируем и работаем сейчас по инициативе муниципального собрания и главу права района метро-городок над увековечиванием памяти героя Советского Союза Николая Химушина. И вот Венерея Химовна, двигается так? Да, да, все хорошо. Двигается дело. Вчера отвезли в Москву. В Москве. 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 Проходим через определенную процедуру. Она тоже занимает продолжительное время. К сожалению, процедура неократическая, но с другой стороны, она подтверждена законом, поэтому мы обязаны ее прийти. Во всех районах округа будут проведены мероприятия совместно с Советом ветеранов. Кстати, могу сказать, что у нас Совет ветеранов обновился округа. В конце 2015 года председателем Совета ветеранов округа избран Виктор Константинович Макаров. И я так думаю, что с его приходом сейчас работа активизируется. Мы почетным председателем Совета ветеранов остались Марк Павлович и водитель. Поэтому вот в такой связке они дальше будут продолжать работу. Что еще хочу сказать? Что мы также будем продолжать работу по ремонту квартир для ветеранов. Эту работу мы тоже не оставляем. Может быть, в меньшем уровне. Потому что очень приличное количество квартир мы ремонтировали в первые 70-летия Победы. И с учетом того, чтобы это было именно к памятной дате. Мы эту работу начали в 2013 году. И в основном, основной упор сделали в 2014 году. Поэтому в 2015 году мы уже только просто. Поэтому эти работы тоже будут продолжены. И я тоже жду от вас предложений. Если у вас есть какие-то инициативы, предложения, мы рассмотрим с удовольствием их подняться. Так, еще вопросы. Уважаемый Всеволод Александрович, искренне просят вас, жильцы дома номер 3 по 16-й парковой улице, заняться вопросом выяснения старшего дома. Дом потерян. Дом потерян государством, потерян округом, потерян районом. Но там живут люди, жители города Москвы. Права их нарушены. Мы искренне просим вас лично принять участие в рассмотрении данного вопроса. Извините, Анюшка, поделиваю. Искренне благодарна. Спасибо. Я передала вам объясненное обращение с приложениями. И очень жду дальнейшего контакта. Это общежитие? Общежитие. Но сейчас это многоквартирный дом. То есть был статус общежития, а сейчас... Не арбированный. Не арбированный. Не арбированный. Не арбированный. Дом не был передан городу при акционировании государственных предприятий. И поэтому идет путница. Используется подложный документ на сооружение, диагноз на сооружение, на другой адрес. Поэтому нужно очень плотно разобраться с этой ситуацией. Хорошо. Смотрите. Документы вы передали, да? У нас все есть. Спасибо. Хорошо. Хорошо посмотрим. Так. Есть еще вопросы? Нет. Да. Пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые товарищи. Я хочу представиться. Зовут меня Т. Янисович. Памелия моя Сатар Саде. Наверное, для уха это не быстро воспринимается. Я являюсь представителем общественного совета управления внутренних дел Восточного административного округа. посещая мероприятия, которые вот такие массовые проводятся. И мне сегодня очень уютно и приятно, что мы находимся в этом здании. Я хотел бы обратиться к этому всем спорту. На сайте УВД есть все данные нашего общественного совета. Может, у кого-то из вас или у ваших соседей появятся какие-то вопросы для того, чтобы мы могли вам помочь. Мы вам будем обязательно помогать и будем рады нашей общине. Спасибо. И еще, если можно, Сергей Александрович, можно не подняться на него. Я прошу прощения. Я обратился к Сергею Александровичу, чтобы вы решили подняться на эту сцену. Я являюсь ли только представителем общественного совета управления внутренних дел Восточного административного округа. Я на протяжении 34-х лет работаю директором гостиничного комплекса «Альфа-Измайного». Вы знаете, как я был. Я, к сожалению, не живу в нашем округе, но 34 года своей жизни я отдал этому округу, этой земле. Многих людей, проживающих в этом округе, я знаю. Поэтому у меня есть одно такое, одно вручение, один документ. Вы знаете, существуют разные награды. Дипломы, грамоты, почетные грамоты. Я не говорю уже о правительственных наградах. И в том, что мы не государственный орган с наградным отделом и гостиничным комплексом, у нас есть самая высшая награда, которая называется признательность. Поэтому мне сегодня поручено, и я приятно, конечно, это выполнить, с удовольствием. Это признательность в этом году. Вы видите, здание нашего комплекса и часть нашего коллектива. В ней пишется префект Восточного административного оборудования Москвы Тимофеев Всеволодович. Администрация, профсоюзный комитет и весь коллектив гостиничного комплекса «Альфа» выражают вам искренне благодарность и глубокую признательность за инициативу вклад в социально-экономическое, культурное развитие на благо граждан нашего округа, а также в развитие туристко-гостиничной деятельности. Вы уверены в том, что ваш жизненный опыт, высочайший профессионализм, полная самоотдача, внимательное и чуткое руководство позволит успешно решать поставленные задачи. Мы ценим и дорожим сложившими годами, довелыми и дружескими отношениями. Желаем вам, уверенного вам коллективу, крепкого здорового уверенности. В завтрашнем дне успехов в достижении поставленных целей, неиссякаемой энергии, исполнения всех желаний и надежды. С уважением, директор и представитель профсоюзного комитета, разрешите я в вашем присутствии под ваши аплодисменты при чём я нахожусь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 принимал ребят из всех регионов России на президентскую елку, которая проходила в Кремле. Это было в 20-х числах декабря. Была проделана огромная работа по приему ребят, по их размещению в гостиничном комплексе, по их доставке в Кремль, по тому, чтобы у них было хорошее праздничное новогоднее настроение, чтобы они с хорошими впечатлениями уехали из столицы. Поэтому Актерий Мисович приложил огромный труд и заботу ребят из регионов. Поэтому Актерий Мисович, спасибо вам большое. И это не только моя благодарность, это благодарность администрации президента и руководству города. Ну что, завершаем? Есть еще вопросы? Завершаем. Спасибо вам.